Так, мы не удержались. Заказали хинкали. Испхали хинкали. Вкусненькая, Катя? Да, вкусненькая. С чем у тебя? У меня свинина, грибы, говядина и сыр. У меня разные. А у меня говядина и свинина. А там они, по-моему, одинаковая цена была, да? Эти и другие 340, по-моему. Там заодно и сыр 800 рублей. И чебуреки ассорти. Они у нас здесь свинья, говядина, баранина, говядина, сыр зелень. Вот такие. Так, Катя говорит, вкусные. Сейчас я тоже оценю. Ну, тесто хватает. Тесто хорошее, да? Угу. Сейчас попробуем. Грузия ближе, чем кажется, друзья мои. Две штучки, по две съели, да? Ты уже три съела? Я уже три пить съела. Вкусненько? Тесто вкусное. Тесто очень хорошее, но есть вопросы к некоторым начинкам. Вот мясным, мне не хватает остроты в мясе. У меня была со свининой, с говядиной. Мне не хватило, не то что сахаром, мне не хватило мяса. Мяса было мало? Мало. Что касается грибов, там было и остроты, само то, и начинки было много. И это было вкусно. Катя сниматься сегодня не захотела, потому что у нее зуб болит. Да? Мне удалили. Вздулся. Вздул из щека. Все раздулась, конечно. Вздул из щека. Уж простите, я с мной закладываю. У меня свинья, говядина, но я не понимаю, они отличаются свинина, говядина, мясо. Ты отличаешь? Особенно. Ну, у меня, видишь, смесь была тоже. Свинина, говядина, говядина, свинина. Ну, и толку, ну, как бы это. Вот сейчас у меня будет сыр. У меня сейчас будет сыр. Ну, блин, очень соленый. Это, конечно, сулугунин, но это не очень соленый. Нет, не настолько. Думаешь? Угу. Переборщили? Угу. А вот хинкали правильно же есть без этих штук? Но есть те, кто их съедает. Как вы к этому относитесь? Ну, если человек хочет, пусть ест, часто живет. Почему нет? Ну, вообще, она просто для удобства, да? Чтобы держать. Ну, это, конечно, да, за любые стороны, знаешь, людям. Я же за это заплатила. Надо съесть до конца. Ты знаешь, как в Китае, как так вы не доедаете? Русские всегда доедают. За это уже уплошено. Вот так еды. Да. Ну, что мы отмечаем? Тогда нам с собой. Угу. Ну, бульон, кстати, по сочности нормальный. По сочности нормальный. Да. Не сухие. Хинкали нормально. Бульон у них есть, да? Ну, здесь, конечно, я говорю, там, где сыр, там, безумно, сыр. Кстати, по поводу доеда. Тут у меня такое есть. То есть, если мы с подругой приехали в кафе, вот у меня подруга Оксана, да, в ресторане сидим, в кафе, в ресторане, я стараюсь доесть. Вот я вот чувствую, что я наелась, но у меня еще осталось в тарелке, особенно если что-то дорогое. Мне прям хочется доесть. Ну, потому что я же за это заплатила. Да, вот у меня вот это есть. Это есть у всех. А вот у меня у подруги, не у всех, вот у меня подруга, она наелась, ей без разницы, она не будет дальше есть. Не важно, сколько она за это заплатила, она не будет дальше есть, если она наелась. Слушай, я, наверное, как ты, скорее буду либо ест, ты сложишь, да, ты едать будешь? Ну, скорее всего. Если очень вкусно, тем более, например, очень вкусно, Мне уже некому, но я стараюсь есть. В любом у нас ещё бывает такое, что, когда мы с Тимофеем, сыном старшим, тогда получается, да, он такой, чё, мам, ты не будешь, давай за тебя доем. Ну, тогда да, без проблем. Ну, потому что он хочет, да, это другое. Не, ну, когда за тебя другой человек доедает, это другой вопрос. Ну, тоже, знаешь, твои тарелки доедает чужой человек? Ну, тоже. Ну, у тебя не чужой, это всё-таки ребёнок, да? Да. Когда-то я за него доедала, теперь он за меня. Три штучки съела, не наелась пока. Приступаем к четвёртой. Ну, вот я четвёртой доедаю, я понимаю, вот сейчас я, наверное, наелась. И практически. После четырёх, да? Угу. Поэтому минимум четыре заказываете. А там иначе не заказать. Я не поняла. А почему написано на пакете Хачо и Пури, если мы заказывали из Пухали и Химкали? Хачо и Пури – это абсолютно другой ресторан. Угу. Ну, видимо, у них какое-то было объединение. Вы не в курсе? Хачо и Пури и Пухали и Химкали, они одинаково работают? О, О, Пухали центр. Я думаю, что у них, скорее всего, сеть. Все вместе, да, они, плюс названия разные? Да. Угу. Интересно. Мне нравится Хачо и Пури. У них классные, у них ещё всякие чаи вкусненькие, интересно. Угу. Главное, что у меня скидка ещё пошла. Мы с Катей обсуждали, когда первые съели, два первых Химкали, «Почему людям нравится смотреть, как другие люди едят?» Почему вот это пошло от твоих коглазых друзей? Катя, люди стали уже моими друзьями, да? Да. Ну, ты же видишь, как бы, этих… Много сейчас потольщик пользуются популярностью. Там просто столик на одного, открываются шторки, туда всё ставят, ты сидишь есть, и перед тобой ещё телик. То есть… Они смотрят телик, да, и едят. Да. И, например, когда человек одинокий, он включает, он смотрит, как другой человек ест, и почему ему это требуется. Вот вопрос. За компанию же вкуснее. Вот ты будешь сидеть, есть одна, что ты… Нет, у меня такое тоже есть. Например, я помню, что я когда с родителями жила, я, например, что-то ем, и мне интересно посмотреть, чтобы он по телевизору шло что-то такое же, по кулинарной тематике. У меня такого нет. А, у меня такой был, я помню. Я по принципу ем одна, и слово тебе, господи, меня никто не пробует. Я могу есть, как я хочу. Хоть руками, хоть ногами. Хоть левым ухом. Куда ты пошла? Куда я пошла? Выкинуть. У меня осталось. В пятибалльной системе? Четыре. Хинкали? Четыре? А хинкали – пять. Хинкали – пять? Слушай, у меня три с половиной. А тебе остроты в мясе хватило? Остроты? Или тебе нормально там? Мне в мясе не хватило. Ну, мы сделали такие. Но тесто хорошее, и они сочные. Но ты из половины все равно. Если есть в самом или стране, очень вкусные. Ну, смотрите, получается, у вас разделились мнения. В итоге, итоги 24. Четыре. Четыре. Ты гарантию домашней? Нет, у нас в основном пельмени или манты. Манты, манты. Хинкали – это мы не готовы. У нас четыре – пять. Мяса должно быть побольше, и они сочными гульами. Иди сюда, чебуреки есть. Мясо должно быть больше, когда в домашних, например, мясо больше. Тогда бы мы с тобой с двух штук наелись. Да, да, да. А так нам четыре подросли, а я два и три. Давай, может, с чебуретами ты готова? Нет, мясо я сегодня не готова. Чебуретки у нас. С чем они? А как мы определим, какой с чем? Не знаю. Давай разрежем. Тащи нож. Мой. Так, я бы знаешь, наверное, что хотела? Свинья-говядина первый, второй баранина-говядина и третий сыр-зелень. Катя, давай пробовать. Это с зеленью пошла у нас. Зеленью пробуем. И сыр. Зелень-сыр. Хорошо. Нужно хоть что-нибудь. Ладно. Рука. Может, вот эту коробку подвинуть или нормально? Подожди, с оценками прожуй. Прожуй сначала, потом скажешь мне. Мне нужно салфетку. Мне нравится тесто, хотя оно вредное очень. Вот это жареное тесто очень вредное. И очень жирное. Очень жирное. Жирное? Да. Жареное. Много жира. Я еще не поняла, где там начинка. Начинки маловато. Я бы даже сказала микроскопически. Муку, вы бы не думал. Если кто-нибудь, когда-нибудь будет на юге, в городе Армавире, сходите на центральный рынок, там есть чебурек, чебуречное. и вы больше не захотите ни какие чебуреки другие есть но они как они получаются у них мясо и черемшой это это реально и с брынзой у них и зеленью дорогие ну поверь здесь дороже но они огромные они просто вот у тебя будет один человек лежит вот во все твои миски и мяса там будет много здесь я не поняла чебуреками на ложке это вообще была хоть столовая ложка ну не здесь была у меня ложка была на весь чебурек размазана уже даже есть счет на камеру выливать чебуреки очень редко можно поесть это конечно еда не на каждый это просто поддых сразу блин печени и всем но я давно не ела я так даже не вспомню когда чебурек на несколько лет назад в армавире была у родителей поэтому нормально я еду всегда мы ходим туда когда приезжаем хотя бы один раз на воскресенье чебурек нам надо с тобой попытаться я три по точно меня съедим но еще один сейчас я точно не сможешь не на мне это не очень твои и комфортно есть очень очень же бывает прям так хочется чебурек что ты уже просто тебе не интересует словам жирные пережаренные так далее вот именно хочется чебурек это сделал его один и больше не захотел чебурек в течение года не такой точно ну кстати вот этот сыр и зелень он прям такой на любителя я люблю сыр и зелень но этот сыр и зелень немножко когда ты провала что-то лучше ты уже понимаешь что здесь когда но она слишком жирно жир просто течет у тебя по пальцам это видео мне просто столовая ложка жира и да там у меня масло может быть не пережаренное но это масло жарили не один человек это сто процентов но по рецептуре жир не должен течь рецептуру я конечно не вникала да может быть оно так и должно быть ну по-хорошему должны были промокнуть посмотри сколько у тебя жира просто потом покажи людям сколько жира у меня вот столько же жира сколько у нее там на этой виске вытекло только с одного чебурека а кстати вот говоря об аджике она была нам помогла сделать блюдо да 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 потому что в принципе она дает остроту что всегда когда усиливает вкусовые рецепторы это на кучу и сосочки да 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 все равно чтобы на язык не попадает это острота хинкали аджика вообще в тему я сейчас не могу а у меня даже мысли пришло а так это вот обычно либо сметана либо мне нравится вот именно аджика да и вам может быть еще кемали ты за учитывается кемали я знаю она такая точно специфический запада она такая кисло-острый я люблю поесть и мне сложно ставить тройки потому что я люблю поесть понимаете в чёрстве поэтому у нас все укладывается и мы будем пить травяной чай да чека не а чтобы желудок как-то ну хотя бы он получается чтобы у нас не свернулся в желудок чтобы не свернулся в желудок и ни в коем случае нельзя пить воду либо непонятной температуре либо получается холодно холодно это вообще сразу же желудок не свернулся в коем случае это потом будет тяжело по всем отказаться тоже не правильно да потому что мы должны вот эти свои хотелки удовлетворять иногда да иногда нужно эти хотелки удовлетворять ты же морально удовлетворять ты уже потом когда съешь да можно было обойти себе дедку а вот когда ты еще ела и ждешь в ожидании прям хочется с нить нашли восток и нужно купить с другими поискам и не поднимать у меня есть любимое кафе там самые вкусные чебуреки я сейчас буду сравнивать у нас сравнительный анализ пошел а какое любимое? а Сулкино да там очень вкусные чебуреки да это на этом на вознесенском я такое даже не видела это там с волоскопом бедная несчастная убрали сделали смотри вот есть на свет посмотри там это маленькая лепеха там дай бог столовая ложка пельмяса но она и запланировала же 100 грамм вот она честа грамм четверку точно страны до твердых не нужно это нас не добралась не могу поставить но уже 4 все же даже может быть увидимся а 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